Развитие методов планирования работ по ТАИР. Очень часто мы слышим такой лозунг, что у нас все на ППР. Соответственно, люди думают, что система организации работ современной остается нетронутой, так называемой планово-предудительной ремонтой. При этом на самом деле идет развитие методик, то есть если вы занимаетесь системами управления, оптимизации. Есть такой вот, консультанты часто любят такие простенькие слайды показывать, то есть некая хронология развития методов подходов к управлению ремонтов во времени. Ну и видим, что в начале как бы индустриализации основной подход к планированию был ремонт по факту отказа. Соответственно, дальше уже в 50-х годах появились подходы к планово-предудительным ремонту, обслуживанию, именно тот самый ППР. С появлением методов диагностики в 70-х годах в мире и у нас развивается тема планово, так называемое, диагностическое обслуживание, то есть ремонт по результатам диагностики. Я думаю, что некоторые из вас уже с этой темой столкнулись, это управление надежностью, то есть не просто ППР, а именно оценка надежности оборудования и, соответственно, перепланирование работы с учетом надежности. Сейчас в России начинается такой небольшой бум, который называется «Давайте управлять надежностью». Ну, соответственно, вот эта тема уже давно развивается в мире. Соответственно, вот где-то в 90-х, 2000-х годах начинается, ну как начинается, появляется тема ТПМ, так называемое бережливое производство, это самообслуживание, то есть увеличение персонала производственного процесса обслуживания. С 2000-х годов развивается тема управления рисками, то есть некая оценка последствий, отказов и сравнение со стоимостью ремонтных работ и, соответственно, сопоставление риска с необходимостью работы. Есть, ну, в современном, скажем так, продвинутых системах управления есть такие понятия, как параллельный инжиниринг. Не многие знают, но если есть машиностроители у нас в аудитории, наверное, должны знать, что такое параллельный инжиниринг. То есть это некое ускорение процессов разработки продукции за счет, как бы, более технологичного проектирования изделия. То есть не полный цикл от образца до изделия, а совмещение каких-то операций на этапе, там, тестирования образцов и ввода-эксплуатации оборудования. Ну, для нас это важный момент, потому что в этот момент происходит, как бы, планирование надежности и уже нет таких троекратных запасов прочности изделий, потому что все реально просчитывается до месяцев работы изделия в условиях, там, придем эксплуатации. Ну, к чему я это говорю, что, как бы, развитие таких методик планирования, оно происходит, как бы, все сложнее и сложнее, соответственно, объем информации увеличивается и какие-то люди должны управлять этой информацией. Субтитры создавал DimaTorzok